Сура 60. Испытуемая. С именем Аллаха Милостивого, Милосердного. О вы, которые уверовали! Не берите моего и вашего врага, неверующих и многобожников, себе друзьями и сторонниками. Вы обращаетесь к ним с любовью, сообщая им известия о намерениях посланника Аллаха и верующих. А они уже стали неверующими в то, что пришло к вам из истины, в Аллаха, в Коран и в посланника. Они изгоняют посланника и вас, о верующий, из Мекки, за то, что вы веруете в Аллаха, Господа вашего. Если вы пришли, чтобы проявить усердие на пути моем и искать моего благоволения, заслужить довольство Аллаха, то не берите моего врага и вашего себе друзьями, скрытно сообщая им вести о тайнах пророка из-за любви к ним. «И я, Аллах, лучше знаю, что вы скрывали и что вы проявляли, показывали. И кто сделает это из вас, тот уже сбился с верного пути». Этот аят был не спослан о сподвижнике по имени Хатыб бин Абу Балта, который являлся участником битвы при Бадре. Он переселился в Медину из Мекки, где у него осталась семья, сын и имущество. Сам он не был курайшитом. Когда посланник Аллаха решил отправиться походом на Мекку, он решил скрыть от курайшитов любые известия об этом, чтобы застать их врасплох. Затем Хатыб бин Абу Балта написал письмо курайшитам о намерениях посланника Аллаха и послал с этим письмом одну женщину в Мекку, чтобы этим получить от курайшитов поддержку для своей семьи. Но Аллах Всевышний сообщил об этом письме своему посланнику, который отправил Али и Аз-Зубайра, сообщив им место, где они должны будут догнать ту женщину и отобрать у неё это письмо. Догнав ту женщину, они попросили отдать это письмо им, но она отказалась. После того, как они пригрозили ей тем, что в таком случае они вынуждены обыскать её, она отдала это письмо. Когда посланник Аллаха спросил Хатыба об этом письме, он сказал, что сделал это только по той причине, что опасался за жизнь своей семьи на случай, если начнутся боевые действия, и хотел их предупредить. Посланник Аллаха сказал с подвижником о том, что Хатыб сказал правду. Умар бин Аль-Хаттаб сказал «Позволь мне, о посланник, отрубить голову этому лицемеру». И посланник Аллаха сказал ему «Поистине, он участвовал с нами в сражении при Бадре. И откуда ты знаешь, может быть Аллах уже посмотрел на участников сражения при Бадре и сказал им «Делайте, что хотите, вы уже прощены». Если они, неверующие, встретят вас, то будут вам врагами и протянут к вам свои руки, чтобы убить или пленить вас, и протянут языки свои со злом, ругая вас, и хотели бы они, чтобы вы стали такими же, неверными, как и они сами. Не помогут вам ни ваши родственники, ни ваши дети, если вы из-за них возьмете неверующих себе сторонниками. В день воскрешения он разделит вас, вас и ваших родственников, и ведь Аллах видит то, что вы делаете. «Был вам, о верующие, хороший пример в пророке Ибрахиме и тех верующих, кто был с ним. Вот сказали они, пророк Ибрахим и верующие, своему народу, большинство которого были неверующими. «Поистине мы не причастны к вам и к тому, чему вы поклоняетесь, помимо Аллаха. Мы не веруем в вас, в ваших идолов и в ваше поклонение им. И началась между нами и вами вражда и ненависть навсегда, пока вы не уверуете в Аллаха, единственного Бога». Кроме исключениям являются слова пророка Ибрахима, сказанные им своему отцу, еще до того, как выяснилось, что его отец является врагом Аллаха. «Я непременно и обязательно буду просить прощения за тебя». Но когда выяснилось, что его отец является врагом Аллаха, пророк Ибрахим сказал, «Я не владею для тебя у Аллаха ничем. Я никак не могу помочь тебе перед Аллахом». И когда пророк Ибрахим и верующие, которые были вместе с ним, покинули свой народ, они обратились с мольбой к Аллаху. «Господи наш, на тебя мы положились и к тебе обратились с покаянием, и к тебе возвращение в день воскрешения. О Господь наш, не делай нас испытанием для тех, которые стали неверующими. Не наказывай нас и не дай победу неверующим над нами, ибо из-за этого они могут подумать, что они на истине, и от этого они только усилятся в своем неверии. И прости нам. «Господи наш, ведь ты величественный, мудрый. Уже стал для вас, о верующий в них, в Ибрахиме и тех, которые были с ним, хороший пример для тех, кто надеется на Аллаха и последний день, желает себе блага в этом мире и в вечной жизни. А кто отвращается от примера посланников, которому призывает Аллах Всевышний, и все равно берет себе в друзья неверующих, то ведь Аллах богатый, достохвальный. Может быть, Аллах установит между вами, о верующий, и теми, с кем вы из них, родственников, враждуете, теми родственниками, которые являются многобожниками, любовь, приведя их к вере. И ведь Аллах мощен, и Аллах прощающий, милосердный. Не запрещает Аллах вам, о верующие, благодетельствовать и быть справедливыми к тем, которые не сражались с вами из-за вашей веры, и не изгоняли вас из ваших жилищ. Ведь поистине, Аллах любит беспристрастных, справедливых. Запрещает Аллах вам лишь брать себе в сторонники тех, которые сражались с вами из-за веры, и изгнали вас из ваших жилищ, и помогали неверующим изгнать вас. А кто из вас, о верующие, возьмет их неверующих себе в сторонники, то такие являются притеснителями. О вы, которые уверовали! Когда к вам прибывают верующие женщины, переселяясь из страны неверия в страну ислама, то вы испытаете их, действительно ли они являются верующими. Аллах лучше знает их веру. И если вы узнаете по их словам и делам, что они являются верующими, то не возвращайте их к неверным, к их неверующим мужьям. Они, верующие женщины, не дозволены им, неверующим мужчинам. И те неверующие мужчины не дозволяются им, верующим женщинам. И отдавайте им, их бывшим мужьям, то, что они израсходовали на своих бывших жен в качестве брачного дара. И не будет греха на вас, о верующие мужчины, если вы женитесь на них, на переселившихся верующих женщинах, когда дадите им их плату, брачный дар. И не держитесь за брачные узы с неверующими женщинами и просите у многобожников то, что вы израсходовали в качестве брачного дара на своих жен, которые затем отступили от веры и присоединились к ним. И пусть они, многобожники, тоже просят у вас, что они израсходовали на бывших своих жен, которые затем приняли ислам и присоединились к вам. Таково, как говорится в этом аяте, для вас решение Аллаха. Он решает между вами. И ведь Аллах, знающий всё, мудрый в своей речи и деяниях. А если какая-нибудь из ваших жён отреклась от веры и ушла от вас, верующих, к неверным, и затем вы взяли свой черёд, одержали победу над неверующими и взяли военную добычу, то давайте тем верующим, у которых жёны их ушли, столько же имущества, сколько они израсходовали на брачный дар. И остерегайтесь наказания Аллаха, в которого вы веруете. О пророк! Если придут к тебе верующие женщины, присягая тебе в том, что они ничего не будут приравнивать Аллаху, никого, кроме Аллаха, не будут признавать Богом, и не будут ничего красть, не будут прелюбодействовать, и не будут убивать своих детей до и после их рождения, и не будут приводить лжи, измышляя её между своими руками и ногами, приписывать мужу ребёнка, который не от него, и не будут ослушиваться тебя, о пророк, в одобряемом, которое ты повелеваешь, то ты прими их присягу, этих женщин, и проси для них прощения у Аллаха, ведь Аллах прощающий грехи тех, которые каются в своих грехах, милосердны к ним. О вы, которые уверовали! Не берите себе в сторонники таких людей, на которых разгневался Аллах. Уже они отчаялись в вечной жизни, что их ожидает там награда. Как отчаялись в милосердии Аллаха неверные из числа обитателей могил, когда достоверно увидели своё положение и как отчаялись в воскрешении умерших живые неверующие.